чё ехать не ехать ребята поехали если провалимся ну чушь поделать не ребят передумал не поеду я там прикольное местечко здесь такое листья футбольщик играют пацаны кайфуют куда там дорога то идет мне интересно такая ребят аллея прикольная прикольная аллея тут наверно на мотоцикле за всю жизнь только я проезжаю вообще следов нет только от автомобиля все дальше я не проеду походу хотел сделать крутые фотки блин но это но ребят листь еще не упали желтые всем привет кипаса кипаса ребята на дворе уже осень катаюсь по области и вот вообще путешествие это мое я короче понял путешествие это мое я люблю путешествовать ребята люблю конечно с кем планировал скататься на следующий год куда нибудь в дальняк кому было все равно расстояние кому было вообще пофиг просто сесть поехать и отдыхать того человека к сожалению нету живых очень-очень-очень печально ребята но блин я вот сколько покатался да и понял то что путешествие это вообще прям ну мне очень нравится вот так вот на мотоцикле вот именно вот на мотоцикле ребят не на авто на машине не то а вот на мотоцикле ты чувствуешь вот эту всю вот ну вот все расстояние каждый пройденный километр ты чувствуешь на себе вот это вот всего абсолютно каждый пройденный метр сантиметр миллиметр когда ты двигаешься на мотоцикле ты вообще все это чувствуешь это очень круто Я, кстати, здесь ни разу не был. Вот сейчас еду. Когда видишь что-то новое, новую дорогу, где ты ни разу не катался, да, в долей. Так вообще круто. И хочется просто ехать и кайфовать, ребят. Ничего себе. Евгения, магазин Евгения. Это что, здесь старая церковь? Дом культуры. Люди, наверное, по-любому все в шоке. Особенно, когда по деревням едешь. Вообще все просто в шоке. Вот я сколько ездил, ребят, по таким вот населенным пунктам, да? Блин, там уже дальше дорога не айс. Там вот вода, лужи прорвала дорогу. А вообще мне нравится ездить по заброшенным деревням. Очень нравится. Где вот вообще никого нет. Ну и все, тут в принципе асфальт заканчивается. Да, здесь в принципе асфальта не так много в этой деревне. А вообще я, ребят, просто... Просто кайфую вообще вот от таких покатушек, да? Пусть они не такие интересные. Не такие... Как бы сказать, эмоциональные. Просто я вообще вот мне по кайфу, ребят, покататься так. И вообще, ребята, вот эти видео вы вообще должны были смотреть зимой. Вот зимой. У меня первый год таких съемок, которые я запланировал. Летние покатушки на зиму. Вообще, покатушки на мотоцикле летние, осенние, не весенние, конечно, вот летние, да? Осенние, чтобы на зиму смотреть. Ну а вот сколько уже, блин, времени я снимаю видео. То, что у меня просто-напросто не остается вообще видеофайлов, да? Которые, чтобы вы их смотрели зимой, просто-напросто не остается. Ну вот, ребят, а вот в этом году я хочу попробовать вот так вот. Я думаю, вы, наверное, рады, да? Когда идет снег. А может быть уже, блин, ноябрь или декабрь, и вы только увидели это видео. Возможно, возможно. Я, ребят, не могу вам точно сказать, когда вы это видео увидите. Кстати, уже скоро октябрь. Сейчас еще сентябрь идет. Вот, ребят, сейчас еще сентябрь. Нифигаси, какие поля зеленые прям. Как будто покрасили. Да, реально. Дали задание покрасить траву. Отгадайте загадку зимой-летом одним цветом. Это трава. Время. Вот мы сейчас видим вот этот вот самый момент, который вы смотрите. Солнце уже почти на закате. И вот это вот справа обочина, вот эти вот березы, желтенькие. На них вот особенно, вот, блин. Короче, солнечный свет попадает только на листья, а снизу темно. И вот это вот самое кайфовое, то, что есть. Но спуститься, блин, туда негде, конечно, на Мотике. Ладно, ничего. Все фотки ВКонтакте, ребят. Переходите ко мне на страницу ВК. Она находится на YouTube-канале сверху. Там вот справа в углу. Не, слушайте-ка, прикольно. Фу, тишина. Фу, тишина.